Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика и оператор. Сегодня у нас для вас вот такая вот новиночка, сюрприз, миниатюрная новогодняя композиция в стекле. Сразу скажу, что в стекле делать ее вовсе не обязательно. Можете посадить на какую-нибудь дощечку, либо другую подставку, емкость, это уже на ваше усмотрение. У меня же была давно такая задумка сделать вот такую вот композицию. Заснеженную розу в стекле мы с вами уже делали, а мой авторский мастер-класс есть на моем канале. Ну, а сегодня у нас с вами вот такой вот лес, лесная опушка с оленятами. Кстати, изначально хотела посадить сюда тигра, потому что грядущий 2022 год, это год все-таки тигра водного. Водяного, да, но, к сожалению, в магазине не было маленьких тигрят, поэтому пришлось посадить оленят. Они тоже здесь прекрасно смотрят. Такие шикарные. Итак, в этой композиции у нас три елочки, две повыше, одна маленькая совсем, два кустика с ягодами. И вы можете их рассматривать как клюкву, бруснику, в общем, все что угодно. Даже западок может сойти, это же миниатюра все-таки. И уже декор вы выбираете сами. Я использовала и акриловые кристаллы, и вату тоже сразу скажу, да. И снег, его здесь не видно. И вот зеленый, это еще не просох клей, там должен быть снежок. Но уж очень торопилась с вами поделиться. Мох, естественно, вот снежиночка. Это пайетки такие у меня давно были, мне девочка высылала давным-давно. И украсила я это все вот такой вот тесьмой красный со стразами и бат. Да, спросите вы, почему мы снимаем, вот я держу ее в руках. Да, потому что очень сложно и сфотографировать, и тем более отснять видео композиции в стекле. Оно плекует, да, как у винокура, в рации помехи помехуют. Так вот здесь, вот вы видите, луна у нас нарисовалась. Это лампа потолочная, и там еще другая лампа. Но в результате все равно, надеюсь, все видно очень красиво и ярко. Ну и вот так тоже. А мне кажется, какой-то шар. Ну хорошо. А диаметр от одной точки до другой, вот именно верхней части этой вазочки, у меня 8 сантиметров. У вас может быть что-то другое. И, кстати, у меня была вот такая вот штучка металлическая. Она от другой емкости, но посмотрите, как она классно вот сюда подходит. Если можно найти вот такую металлическую, да, крышечку, то сюда можно потом свечку поставить. Есть такие маленькие вот свечки зажечь, и будет вот прекрасный, например, посвечник на Новый год. Только, конечно же, не пластик. Будьте осторожны. Но все-таки должен быть металл, не пластик, чтобы он не загорелся. Но это уже так, меры безопасности. Ну что ж, мастер-класс у нас будет в трех частях. В первой части мы с вами сплетем вот такие вот прям мусипусечные, миниатюрненькие елочки, самая высокая, по-моему, 6 сантиметров, либо 6,5. Во второй части эти кустики миниатюрные. А в третьей мы с вами уже будем все сажать и декорировать. Конечно, прям посадку и декор досконально я показывать не буду, потому что на самом деле это заняло у меня около трех часов. Все это должно ложиться где-то в 15-минутном ролике. Но я обязательно все вам расскажу и объясню и покажу. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и попросите оператора поднять камеру, помнишь? Да. И обязательно... Просите, девочки. И обязательно... Не слышу. Просим, да. И обязательно подписывайтесь на наш с оператором канал. Кошка2015-цветы из бисера, бисероплетение, мк. Что означает мастер-класс. Сейчас еще покрутим с вами. Вот так вот. О, елочки. Елочки. Вот так. Вот здесь тоже елочки, да? Так, покажем уже. Я туда хочу. К оленям. Мы поедем и помчимся на оленях утром рано. Молодец. Ну что ж, а на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.